Камень Всем здравствуйте Я как и обещал Сказать пару слов О камушке На Нива Которые Гокинг Кагаяки Полностью название Сказать результаты По тестам По тому как он работает Так что все в видео Это будет только про камень Про бритвы Вообще почти ничего Давайте сразу начну про бритвы Пару слов всего лишь Вот эти 4 бритвы полностью заточены Для комфортного бритья То есть сразу берете и бреетесь И все у вас будет хорошо Я их сегодня забираю И развешиваю на сайте Эти 2 бритвы я просто подзатачивал Они были в предфинише Я их прошелся тоже До финиша До готового стояния И То есть когда вот Мои бритвы Вот эти вот Особенно вот такой вариант К примеру Затачиваются там Особыми такими людьми Рукастыми То есть как Вот Просто интересно Как Можно заточить бритву Так чтобы То есть она во время заточки вернее Чтобы она начала крошиться Как На гриндере или на чем Я не пойму Что не возьму бритву Которая прям вот По словам Крошится Прям вот всяк Вот выкрашивается Беру затачиваю Ничего не крошится Все шикарно Прелестно Чудесно Ладно Ну маразум Если так да Разобраться то Прям вот В полном рассвете Прям сил Какой-то маразум Да конечно Я в прошлом видео Немножко лишку Тут Перебрал Со словами Резкими По поводу там Сколько кто штук Заточил Вот Хочу забрать Свои слова обратно Почему Да потому что Каждый человек Чего-то добился В своей жизни И То есть Это как бы Показатель Это результат И вот это количество Это Тому еще одно подтверждение Вот те слова Я вот Которые сказал Что у меня там Вроде бы Иронию вызывают Ну да Легкую иронию Да Ну что делать Ну смешно Немного звучит Но слова Все-таки я хочу Вот эти забрать обратно Потому что они Через чур Они Немного неправильны Вот Так вот я хотел Сказать Ну все По бритову все Что тут говорить В принципе Для кого этот камушек Для кого этот камушек Вот так он кстати Хорошо моется Я вам грязный Показывал в прошлый раз Блин С него Капать хочет Прямо Водичка Сейчас Секундочку Я его Протру чуть-чуть Чтоб с него Не подкапывало А то снизу бритовки А мне это Не надо Вот Вот такой вот он На данный момент А это вот Нетронутая сторона Не шлифованная Не затачивалась На нем ничего Вообще Десятимиллиметровая Что хочу сказать По этому Камушку Давайте вот так вот Положу Чтобы о чем речь То и перед вами То есть Попрился я бритовкой Я в принципе Двумя бритовками Сразу брился Но Давайте Давай так и буду говорить Как было Беру бритовку Которая заточена На Гонси Черный Гонси Все видели у меня Шустрый мелкий камень Одну бритовку В общем Заточил на Гонси Вторую бритовку Заточил вот на этом Вот Финишнике 12 тысяч Меловом Что скажу Бритье Но это потом В мелочах Давайте разберу уже Бритье Почти Одинаковое Единственное что После Гонси Бритовка Понежнее Брит Но Бывают Пропуски Такие что Там вот прошелся Ну Как вот я обычно Стречняка Например веду сразу У меня нет Первого, второго, третьего прохода Ну нет Вот так вот Привык я уже Давно уже Причем И веду стречняка А потом раз Глядишь там Оп Раз Волосок Два, три Остались Надо второй раз Провести Этому месту Чтоб зачистить Это после Гонси Вот после вот Такого финишника Искусственно Вам То есть Ну сразу Чисто Вплеск По жесткости Бритья Конечно Смотря Откуда Ну давайте Опять скажу Вот если Взять Гонси Натурал Взять вот этот Вот искусственный И после каждого Камушка Когда уже там Вот прилипание Произошло По всей кромке Прям все полноценно Вот этот все Процесс прошел И После этого Вы сделали Пять Пятьдесят От кругов На гладком Ремне Чистом Бритье Очень Очень Похоже Друг на друга Очень Похоже И по мягкости И по резвости Хотя Чистота Бритья Вот после этого Камня Было Было Комфортно Бриться Я к чему Это веду Вот Сколько раз Я слышал вопрос Это не для Заточников Информации Это для Пользователей Бритв У которых Есть Бритовка Две Там может Пять Десять Там Кому Как повезло Как говорится И Что получается То есть Часто Часто Спрашивается Какой же мне Финиш Леник взять Чтобы мою Бритовку Поддерживать В рабочем Состоянии Если вдруг Где-то Ее закатаю Где-то Ее там Немножко Затупится И там Мне хочется Ее подсвежить Вот Не ошибетесь Ну Конечно же Да Ремень должен быть У каждого У каждого Просто Борт Можно Можем Заменить Ремень Но Если вы Прошлись На Ремне Пятьдесят Кругов И этого Прямо Очень достаточно В принципе После этого Камня Тридцати Кругов Достаточно Но Максимально Комфорт Выдаёт Пятьдесят Кругов Более Не пробовал Не знаю Вряд ли Там уже Ну Всяко Может быть Не буду уже Отверждать Потому что Когда я не уверен На сто процентов Хоть что-то Хоть девяносто девять и девять Будет процентов А не сто Значит я не буду Отверждать В этом направлении Вот И То есть Да В чем разница Опять же Ремня и борда Потому что Ремень работает Быстрее Вот этот Прогиб Вот этот Который Делает Нано Линзу Она там Практически Её нет Но она Есть Она Нано Размера Такого Вот Это Подвод Называется Микроподвод В общем-то Если На борде Он тоже Происходит Но в более Меньшей степени И намного Дольше То есть Если вы Сделали Пятьдесят Кругов Ремня То На борде Вам нужно Сделать Кругов Двести Двести Пятьдесят Но если Опять Чистый Борт Без Паст Добавления Ещё Что-то Но пасты С ними Сложно С пастой Можно ошибиться Можно Выгладить Нормально А можно Выгладить Так Что Бритва Жёсткая Станет Вот Как-то Так Тут Уже Подход Такой Деликатный И Долго Об этом Долго Не придётся Рассказывать А я По камушку Хотел сказать Так Вот Этот Камушек Очень Даже Вам Вашу Бритовку Любимую Которую Бреетесь Очень Быстро Работает Очень Быстро Максимально Быстро Просто Это Почему Заметно Кромка Сразу Полирована Делается С первых Движений Уже Только Ещё В самом Начале Тоже С первого Движения Вот этот Шлам Вот этот Чёрный Как бы Её Назвают Ну Шлам Вот Это Отработка Вот Это Сгрызенный Метал Как Снятый Он Тоже Моментально Появляется С первых Движений И Его Там Очень Даже Много То есть Если Вот Вы Какое-то Время Продолжительное Уже Тут Ёрзаете По Камню То Его Прям Много Его Нужно Реально Смывать Вот Это Говорит О том Что Камень Очень Очень Быстро Работает Моментально Просто И Очень Неплохо Выглаживает Кромку Не Изменяя Вот этой Геометрии Следующих Камней И После Этого То есть Вы Просто Берете Гладкий Чистый Ремень На нем 50 Кругов Уверенных Прям 50 Там 6 И 30 Ну Я Вам Говорю Уже Ну Так Среднячок И Все Ваши Любые Тесты На Волосы Кстати Тест на Волосы Там Будет Такой Интересный Он Какой Это Будет Мягенько Так Рубить С Волос Хороши В бритье Только Само Бритье Может Показать Насколько Комфортное Бритье Насколько Чистое Бритье Поэтому Камушек Уверенно Могу Рекомендовать И Будет Вам Счастье Вот Так Вот Ну Все В принципе Вот Так Кратенько Надеюсь Все Сказал Если Что То Забыл Спрашивайте Обязательно Отвечу На этом Все Счастья Всем Добра Увидимся